Цифровизация сферы транспорта и логистики должна увеличить объемы транзитных перевозок. Эта задача обозначена в государственной программе «Цифровой Казахстан». Планируется, что результат будет получен как за счет перехода на электронный документооборот, так и благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы. Она позволит увеличить объем автогрузоперевозок за счет обеспечения качественной и безопасной дорожной инфраструктуры между регионами Казахстана и рамках международного сообщения. В Казахстане уже опробированы цифровые технологии в этой сфере, например, взимание платы за проезд по республиканским магистралям. Так, за счет трассы «Астана-Щучинск» ежегодно бюджет пополняется почти на 1,5 млрд тенге. Эти деньги потом используют на содержание дороги или внедрение автоматизированных измерительных средств. После первого года их эксплуатации на 85% сократилось количество нарушений. Для реализации этого направления программа разработана дорожная карта. Компоненты интеллектуальной транспортной системы будут внедрять поэтапно. Уже в этом году введут в эксплуатацию 20 систем взвешивания авто в движении, а также внедрят системы взимания и оплаты еще на шести участках. Запустят 16 передвижных дорожных лабораторий. В последующие годы эта работа продолжится. В 2019 году на шести тысячах километрах автодорога запланирована реализация системы анализа и прогнозирования климатических условий. В 2020 ожидается запуск систем поддержки, принятия решений и анализа больших данных. А уже в 2022 году намечается реализация системы видеомониторинга и выявления нарушений ПДД. А также запуск искусственного интеллекта, который будет отвечать за моделирование, координирование и управление транспортными процессами без участия человека. По прогнозам разработчиков, до конца 2025 года за счет системы взимания платы бюджет пополнится больше, чем на 200 миллиардов тенге. На 30% снизится число пострадавших в результате ДТП. На 10% увеличится транспортный поток и на 14% повысится объем автоперевоза груза в стране. Продолжение следует...